Виктор, ты знаешь, после того, как у нас в Украине прошло Евровидение, как, по моему мнению, прошло очень успешно, я, в принципе, немножко завидую ведущим и всю жизнь мечтал сказать нашим гостям в студии Welcome to Ukraine. Итак, добро пожаловать к нам в Украину. У нас в гостях коллектив из Швеции. Называется он, как можно назвать, T.A.J. По заглавным именам каждого из участников этого коллектива. Тай. Итак, сегодня ребята выступают в Днепре, поэтому если у вас нет планов на этот вечер, обязательно, я думаю, что 80 километров не такое большое расстояние, чтобы послушать настоящую европейскую группу. Итак, доброе утро вам. Hello, guys. Hello. Давайте начнем по порядку. Почему выбрали Украину для своих гастролей? И вообще, что вы знаете о Украине? И вообще, в Швеции, что знают об Украине? So, tell us, please, why did you decide to give your concerts here in Ukraine? And what do you know about Ukraine? What do Swedish people know about Ukraine? So, tell us, please. It was a tour management who just found us on the internet. And he said, do you want to come and play in the East? And we say, yeah, why not? We haven't ever been in the East. Дело в том, что нас нашли по интернету. Менеджер, который занимается гастрольными, предложил нам побывать на Востоке. На Востоке мы еще не были, предложили нам Украину. Мы подумали, почему бы нет. Какое количество концертов запланировано в Украине и какие города успеете посетить? How many concerts are you going to give? And what kind of cities are you going to visit in Ukraine? You have to help me there. No, I can't pronounce your cities. But Dnepr? Dnepr? Dnepr, yeah. Okay. Today? Tonight. Сегодня в Dnepr. Сегодня ночью вечером в Dnepr, так? Сегодня в Dnepr. Or, you know, Odessa. Odessa. А, в Одессе будете? Okay. Or Kiew. Kiew, в столице. And one more. I don't... We don't know that. А еще четвертый. Еще один город, о котором мы забыли, что называется. Ничего, я думаю, что запомните. 4-5 концертов в Украине. То есть 4-5 концертов в Украине. Хорошо. Мы с моим коллегой вспоминали, что мы знаем украинцев о Швеции. А что шведы знают об Украине? Мне и мои коллеги пытались вспомнить, что мы знаем о Швеции. Но что вы знаете об Украине? Чтобы быть honest, абсолютно ничего. Честно говоря, вообще ничего. Мы просто знаем, что у нас есть какие-то проблемы с мертвыми президентами и так далее. И уничтоженных президентами, я думаю. Мы знаем, что проблемы с президентом, с предыдущим президентом. А, мы были, да. Об этих событиях знает весь мир. Революция, да? Да. Революция. Революция и так далее. И, кроме того, мы не знаем ничего. Поэтому мы думаем, что это очень интересное. Потому что мы ездили из Свеции в Киеве. И мы были в машине около 10 часов. И это красивое стране. У нас много зеленых деревьев. И это очень красиво. Нам было особо интересно приехать в Украину, потому что мы об этой стране ничего не знаем. Это для нас новый опыт. Мы буквально недавно приехали в Киев. И мы провели в машине в пути около 10 часов. И мы уже успели заметить за это время, что Украина очень красивая страна. Очень много зелени. Очень красивая природа. Уже есть новые позитивные знания о нашей стране. Дорогие телезрители, если вам шведы говорят... И, конечно, красивые люди в Украине. И так, чтобы мы еще понимали, что у нас очень много близкого этих двух стран, Украины и Швеции, у нас даже одинаковая цветовая гамма в наших национальных флагах, если что вдруг. Можно так сказать, чтобы быть поближе к светам. Хорошо. В этом составе сколько существует ваш коллектив и были ли до этой группы... Тейдж, как мы говорили, да? Тай. Были ли какие-то другие музыкальные проекты? So, how long do you exist this group, you three people in this group? And if you had some other projects, so tell us please about your projects. We have been around for five, six years. We have released five albums, four albums. And before this, me and my father here, we played in another band called Non-Working Generation, a rock'n'roll band. It was in the States, in America, in Germany and touring around. So, we have been playing for a couple of years now, five, six years. В таком составе мы работаем уже около пяти-шести лет, но до этого, как мы уже сказали, у нас был предыдущий проект, который назывался Non-Working Generation, с которым мы гастролировали по Америке. Но сейчас я со своим отцом и с третьим участником нашей группы, мы работаем в таком... Друг равнатца. Maybe this is your friend. This is a part of the group. I think you play guitar, you voice and you are drummer. No, no, no. Yeah, I'm the drummer. You are drummer. I'm the bass man. I'm the guitar, that's right. Кто на чем играет и какой стиль музыки, мы, кстати, можем узнать из клипа, который вы можете, кстати, посмотреть на официальной страничке этого коллектива в Facebook. Давайте посмотрим и вместе с нашими телезрителями, в каком направлении и какую музыку играют наши гости. Вот такие вот гости у нас сегодня группа Тай из Швеции. Вот эти ребята. Сегодня они вечером выступают в Днепре, ну и, конечно же, вот как раз проездом через город Запорожье, я надеюсь, что они успеют и оценить нашу с вами природу и достопримечательность. Виктор, у тебя был вопрос. Да, у меня есть вопрос, ребята, вот что касается стиля музыки, все прекрасно понимают, что это рок, как бы для себя его характеризовали, потому что есть поп-рок, есть инди-рок, у рока тоже есть много направлений. Как вы думаете, какой... Ну, какой рок играете вы? Какой рок вы играете? Как вы можете характеризовать свой стиль музыки? Вы понимаете, что это рок, но рок имеет много направлений, поп-рок, инди-рок. Какая ваша направлась? Мы пытались создать свой стиль музыки для нашего рок, и я думаю, что мы сделали блюз-метал. Это был наш первый... Да, да, но... Да, что-то такое. Это блюз-зеленый, старый звук, но с хоро-рока-металом влиянием. Мне кажется, мы создали свое собственное направление рок, оно называется блюз-метал. Это смесь и каких-то блюзовых композиций, и все-таки элементы металла тяжелого рока. А это что-то наше такое особенное. Ну, самое интересное, что именно для нашей страны у вас очень удачное название. Я объясню, почему. Потому что очень часто рок-музыка является тяжелой, и как раз на сленге наших музыкантов это звучит как тяж. Так что название вашей группы действительно успешно для украинцев, потому что название вашей группы здесь в Украине означает что-то очень тяжелое. Так что это очень круто. Ну, теперь я еще больше рад побывать в Украине, потому что здесь нас встретят сто процентов. Но это Т. Т? Т. А. А и Дж. Т, А, Дж. Вот так вот, в принципе, и получается. Так что мы бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер. Украина есть сейчас в Швеции, который у всех на слуху. Ты знаешь, что в Евровизии, этот музик-фест, очень популярный вокруг мира, и Украина не такая экземпция. В Евровизии действительно так популярна в Свеции? Да, да. Это очень популярно. Он чрезвычайно популярный, этот проект, этот конкурс. Ты знаешь, у нас есть гурой Кристо Бьеркман. Бьеркман, да. Он помогал в Украине решить огромную Евровизию в этом году. Они называют его. Думаю, это как большой Евровизия в Свеции. Мы, каковы, в Евровизии, но мы не любим Евровизии. Мы пытались, это с одного песня, это быстро раз. Потому что это очень красивая платформа, если мы хотим быть известен. Иногда у нас было над llи, и на некоторых игрок-пэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер-бэкстер. Европа. Так что мы не agile, Мы думали, но Кристо Бьеркман, который был богом в Свеции, который выбрал банды, он не хочет нас, поэтому я не знаю, почему. Но сейчас, когда мы были в Украинском ТВ, он понимает, что Таи – это блядь. Да, ситуация стоит таким делом. Евровидение очень популярно в Швеции. Но, к сожалению, нам не удавалось бывать на Евровидении и делать большие успехи. У нас в Швеции есть так называемый бог Евровидения – это лидер Кристен Бёрден, который отбирает участников для участия в Евровидении. Но, к сожалению, нас он не выбрал. Ну, вы знаете, другие коллективы, такие как Лорди были в свое время. Но я уверена, что после того, как он увидит нас на украинском телевидении, он поймет, что он ошибался, потому что не отправил нас. Мы это и желаем. Ну, а вы, кроме выпуска альбомов, может быть, тоже принимаете участие для раскрутки своих групп на каких-то фестивалях, на каких-то проектах, чтобы стать более известными за рамками Швеции. А вы занимаетесь в других проектах, чтобы создать свою группу? Чтобы популяризировать? Если мы занимаемся в других проектах, что вы имеете в виду? Чтобы стать более известными? Да, да. Окей, окей. Да, конечно. В любом случае мы можем. Мы хотим быть везде, чтобы люди слышали свою музыку. По поводу юровидения, мы считаем, что это очень популярно. Это замечательная платформа, на которой можно зарекомендовать себя на весь мир. Но поскольку она не всем доступна, мы пытаемся развивать свою группу другими способами. Конечно, мы записываем разные видео, мы ведем свой канал на YouTube, мы сотрудничаем с разными другими группами, чтобы они участвовали в музыке, и мы участвовали в их музыке, и чтобы о нас узнало как можно больше людей. Ну, мы желаем, чтобы ваши вот такие первые гастроли в Украине были удачными. И обещаем, что на Facebook как раз поделимся с вами видео нашего сегодня с вами интервью. Ну и в любом случае хотим, чтобы вы, благодаря вашим этим первым гастролям, намного больше узнали об Украине и рассказали своим друзьям Швеции, насколько действительно что-то новое узнали о такой теперь уже полноценной европейской стране. Ребята, а я вам, в свою очередь, желаю, чтобы попробовать настоящего украинского борща, выпить 100 грамм украинской водочки и понять, что же такое украинская душа. Широ и красиво. Мы желаем вам, чтобы вы получили этот тур в Украине, и мы желаем его быть очень успешным. И мы также пожелаем вам, чтобы поделать это видео на Facebook и YouTube, чтобы популяризировать вашу музыку. И мы также желаем вам, чтобы узнать больше, чтобы узнать больше о Украине, и попробовать украинский борщ и украинский водка. И сегодня, в Свеции, вы можете рассказать друзьям о Украине. И водке. Мы пробовали все вчера. Первый день борщ и водка. И мы вернем в следующий год и скажем привет в студию. Мы приедем в следующем году и обязательно заглянем в вашу студию. Спасибо большое. Это будет хорошая традиция начала ваших гастролей. Это будет очень хорошая традиция для начала вашего тур. Да, абсолютно. Спасибо вам. Хорошего сегодня вечером концерта и спасибо, что пришли к нам в гости в студию. Спасибо большое. Спасибо. Ну, мы продолжим эфир. Это были наши эксклюзивные гости. Ну и, кстати, благодарим вот сотрудницу нашего телеканала Диана Писарева. Сегодня нам помогала общаться с нашими гостями из Швеции. Дальше мы продолжим и прервемся на рекламу. Оставайтесь еще 15 минут с программы «Утро».